Всем доброе утро! На самом деле даже не утро, а день. Потому что сейчас второй или третий час дня уже, наверное, второй час. И я вчера надавила себе в двух местах лицо. Я не понимала, как это работает, но когда у тебя вроде всё начнет становиться лучше, ты начинаешь замечать какие-то косяки, которые раньше тебя не напрягали, и начинаешь давить. Вот, пожалуйста, точка, точка. Это всё вот просто ещё остатки. И не обращайте внимания, я болею, кстати. Сегодня пятница, и я не пошла на пары, потому что чувствую себя как-то говняно ещё со вчерашнего вечера, вообще со вчерашнего дня. Я на небольшом больничном, но, слава богу, живая всё равно. Тёма поехал по делам, ему надо было съездить там на почту, потом увидеться с Владом. Короче, я дома сейчас сама. Хочу сейчас чуть-чуть пойти привести себя в порядок, потому что я ещё ничегошечки не делала сегодня с собой. Я даже не чистила зубы, не умывалась. Я половину утра пролежала в кровати, потому что у меня попаливает голова. Покушала, чуть-чуть смотрела сериал, и сейчас пойду умываться. Сегодня вечером, сегодня уже возвращается из Болгарии Марк. Кто знает, это наш общий друг. Он был всё лето на контракте в Болгарии, и мы его всё лето не видели. Сегодня он наконец-то возвращается, мы нереально за ним соскучились, поскольку он приедет поздно вечером, он останется у нас на ночь, а потом посмотрим. Завтра уже встретимся все вместе с ребятами, пойдём отмечать его приезд и всё такое. Так что сегодня уже покажу вам Марка, вы давно его не видели, я тоже. Кстати, сериал, который я сейчас смотрю, точнее уже сегодня утром начала, это сериал «Сотня». Я его досматривала до третьего сезона, когда-то давно. Обожаю этот сериал, настоятельно рекомендую. Это фантастический сериал, на Земле случилась ядерная какая-то катастрофа, жить стало нереально, люди улетели в космос, жили там на космическом корабле, а потом поняли, что на Землю можно вернуться, отправили сотню заключённых из тюрьмы и молодых подростков на Землю, чтобы они проверили, можно ли тут жить, и начали всякие приключения, всё такое, всё, что с ними происходило на Земле. Очень интересно, очень советую, очень рекомендую. Я обожаю этот сериал, один из моих любимых. И я вспомнила, что я его досмотрела не до конца. То есть я посмотрела только три сезона, а там ещё есть четвёртый, пятый и шестой. И я поняла, что это то, чего я хочу, и вернулась к просмотру. Кстати, кто смотрел предыдущий влог, знает, что меня кусила оса. Но, как оказалось, это была не оса, а была пчела. Я потом этого не узнала. Сегодня третий день с момента укуса, а мой палец до сих пор красный и отёкший. Видите, все пальцы нормальные? А вот этот палец красный. И он отёкший. То есть, видите, он весь такой напухший, надутый, воспалённый. На нём какие-то мелкие такие прям волдырики есть. Он чешется. Я не знаю, я пью таблётки от аллергии, но особо лучше не становится. Все, с кем я говорила, кого тоже кусали оса, говорят, что это нормально. И у них тоже такое было, что где-то три дня было всё так же плохо, как в первый день укуса. Но я уже начинаю потихоньку переживать, потому что это как-то стрёмно, да? То есть, я просто волнуюсь, что здесь может быть какая-то инфекция. Но, пожалуйста, не пишите мне, что мне обучает палец, уже всё плохо, я разберусь, всё хорошо. Тём, ну я тебя просила убрать вещи, как бы шкаф, шкаф, они... Очень сильно занят. А чем же ты так занят вот этого? У меня появилась PlayStation. Ого, откуда? Ого, скажи, а знаешь, откуда она? Что? Нет, а что это такое? Это ей мейк, это Фанта. Знаешь, откуда она? Дед Мороз приходил. Да вот, вот, пуза ты не... Пуза! Да что ты, Фан? Я вернулся, я вернулся в Украину, приехал в Украину. Прокачанная версия, стиль Русомоха. Это называется, не стригся более месяца. Что я могу сказать? В принципе, ощущения достаточно балдёжные, потому что 3 месяца, 90 дней я находился в Болгарии. Обзор, обзор, обзор. Пуза поменялся. Блин, Марк приехал. Ощущения прекрасные, чувак. В общем, Марк сегодня у нас. Мы его встретили. Ну, Тёма поехал, встретил. Привезли его шмоточки. Сегодня он у нас переночует. Будем общаться. Расскажет, как у него были там дела. Так, ну что? Мы уже... Реклама Фанта. Мы уже будем кушать. У нас тут макарошки, омлетик, помарка, рецепту. Я ещё не пробовала. Сейчас будем пробовать. Всем привет снова. Вот такие вот получились перескачки из дня. Надя, сейчас я вам всё объясню. Если вы заметили, последние два дня на канале не выходили влоги, а выходили разговорные видео. Дело в том, что все два дня, когда выходили это видео, я была приболевшая. Я, как вы уже знаете, до сих пор ещё приболевшая. И у меня просто реально не было желания, знаете, снимать что-то. И вообще не было никакой продуктивности для съёмки влогов. Всё, на что у меня хватило сил и желания, это выгрузить видео, которое мы сняли чуть поранее. И я не мучила себя влогами. Я отдохнула от вот такой вот постоянной съёмки. И теперь потихоньку возвращаемся. Периодически я вам говорила, что бывает такое. Я могу две недели работать, каждый день у меня всё хорошо. А потом бац, и в один день всё выключается, мне не хочется ничего. Вот так вот у меня как раз случилось. Я два дня отдохнула, всё хорошо. И теперь снова нормально могу снимать влоги. Я сейчас дома. Марк с Артёмом поехали по каким-то своим делам. Ну как дела? Гулять они поехали. Чё уж там говорить. И я сейчас дома сама. Вечером к нам придут ребята, и мы всё вместе посидим. Отметим приезд Марка. Он расскажет, как у него там всё прошло, понравилось ли ему всё такое. Так что вечером у нас будут гости. Уже два дня я не пользуюсь косметикой. Вот сегодня второй. В плане я просто дома из-за того, что болею, краситься мне не нужно. И никакого тонального крема, ничего не использую. Это хорошо для кожи, потому что когда она проблемная, ей нужно периодически давать отдых. Не пользоваться тональными средствами и всё такое, чтобы она дышала, там всё хорошо у неё было. И плюс ко всему у меня закончился тональный крем, который я раньше использовала. И, соответственно, я не могу просто накрасить лицо, даже мне нечем. Сегодня суббота. Мейкап сайт работает только с понедельника по пятницу. То есть доставят мне мой тональный крем аж в понедельник. И до понедельника, соответственно, я решила сделать челлендж. Специально не буду идти никуда покупать тональный крем. А потерплю до понедельника, когда мне доставят крем, и я буду уже пользоваться им. Потому что, во-первых, я себя реально не очень уверенно чувствую без косметики. Хочу по чуть-чуть это, ну, исправить, что ли. И плюс это будет полезно для моей кожи, чтобы она отдохнула. Я полностью это понимаю. Что тональные кремы лучше кожи не делают. Мне придётся в понедельник сходить на пары без макияжа. Может быть, мне понравится. Я брюкнусь за это время, и я совсем смогу чувствовать себя спокойно. Так что будет у нас вот такой с вами челлендж небольшой. Думаю, что всё будет хорошо. Это не будет сложно. Сейчас я вам, кстати, хочу показать одну посылку. Мне сегодня утром доставил курьер два тубуса, таких больших. Я сначала не поняла, что это, а потом вспомнила. Мне один интернет-магазин. Написали, что хотят сделать мне подарок, потому что они увидели моё видео про доску визуализации, но им понравилось. И они посчитали, что их доска визуализации мне будет интересной. И они прислали мне её посмотреть, попробовать. Спасибо большое. Я оставлю ссылку на магазин в описании, конечно, потому что подарки это приятно всегда. И, соответственно, мы можем их поблагодарить. Сейчас я вам покажу, что там пришло. Я ещё не открывала, специально ждала, пока начну снимать. Давайте. Пришёл вот такой мне пакет. Здесь свёрток с какими-то палками. Я так понимаю, это крепежи, на которых будет растягиваться полотно, если можно так сказать. Вот такой тубус, в котором находится сам дримборд. Как они это называют? Доска мечтаний. Карандаш! О, мой га, я так рада. То, что я делала вот здесь у меня стоит на столе, это всё, знаете, самоделкин, и ты должен сам решать, как ты всё это хочешь делать. А здесь уже всё прям правильно сделано. Видите, по центру моя мечта. Дальше есть вот эти вот зоны, ты можешь в них вписывать разные мечты. Колесо жизни. Тут вы отмечаете все сферы жизни, насколько они у вас прокачаны или не прокачаны. Здесь привычку свою можете отмечать новую. Тут пишите, что вас вдохновляет, и цели на месяц. Ребята, у меня получилось. Это было вообще несложно. Вот эти две досточки, они на магнитиках, вы просто между ними вставляете листочек, и магнитики склеиваются. Всё очень удобно, легко и быстро. И я почитала гид. Короче, вот эта сторона, она для того, чтобы её обустроить абсолютно как вы хотите. Из неё можно сделать мудборд, тоже типа, как у меня стоит на столе. Либо расчертить её типа как планер. Это получается два абсолютно разных варианта доски визуализации. Мне нравится и этот, который у меня вручную сделан и полностью просто на металлической решёточке. И этот классный, он очень практичный и удобный. И я прям рада. Я только не знаю сейчас, куда мне его повесить, потому что в стенах у меня гвоздей нет здесь нигде. И может быть потом как-то в каком-то из влогов сделаем с вами вместе, оформим это всё. А я пока что сейчас возьму, почитаю гид, что тут рассказывается интересного про этот дримборд. И реально хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые мне его прислали. Я даже не знала, честно, о том, что дримборды есть настолько продуманные и уже полностью за вас всё сделано, вам осталось только всё это написать, нарисовать, как вам хочется. Это шикарно. Поэтому пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделала видео о том, как мы будем с вами вот это всё распределять, делать. Прикольно. Мне нереально приятно, потому что люди нашли меня сами по видео с доской визуализации, предложили мне альтернативный вариант. Очень приятно, серьёзно. Я прям теперь кучу вдохновения поймала, потому что теперь стоит задуматься о мечтах, стоит задуматься о планировке этого всего. В гиде настолько всё подробно рассказано, ребят, я в шоке. Тут прям реально пошаговая инструкция, как правильно это сделать. То есть вам не нужно даже самим придумывать схему и всё такое. Здесь всё уже описано. Я очень рада, что есть люди, которые занимаются такими вещами, как мудборды, и помогают другим разобраться в этой всей сфере. Здесь куча стикеров, которые помогут вам распределить всё это на мудборде. Всё с инструкциями, даже стикеры. Здесь ещё есть вот такая карта. Вы монеткой здесь стираете страны, в которых уже побывали. Можете ставить какие-то заметки о том, куда бы ещё хотели поехать. А здесь ещё карточки. 100 дел. Здесь есть разные прикольные задания, какие-то идеи классные. Стирая скрэч слой, ты соглашаешься выполнить задание в течение 30 дней. Ого, тяжело стирается мне. Задание выложить на ютуб свой видеоролик. Ну это прям крипово. Так что думаю, с этим заданием я справлюсь. Даже выполню его быстрее, чем за 30 дней. Три книги, которые ты обещаешь прочитать за месяц. Вот это сложно, потому что у меня и так есть куча книг, которые мне надо прочитать. В ближайшее время. Ронда Берн, Тайна. Ричард Брэнсон, К чёрту всё, бери и делай. Чак Паланик, Бойцовский клуб. Прикольно. Интересное название. Я, честно, даже прочитаю про эти книги. Если мне понравится, о чём они, я, наверное, даже их прочту. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вернулись. Принцесски, как вы, чем вы занимались? Ощущения очень смешанные. Почему? Ну, здесь Киев очень шумный город, очень много людей. Все ходят, там подходит какой-то молодой человек, говорит, дайте 5 гривен на хлеб. Там кто-то... Очень шумный город. А что вы купили? Ну, как сказать, купили мы по ровной части только вот такой вот балдёжный пакет из зала. Я знаю, что это. Что, к Маше нельзя доверять футболке? Да, ну да, я должна показать. Нет. Дай. Я не буду... Детское питание есть ли она? Я нет. Рассказать ей про интересную историю? Да все знают, я рассказывала, поэтому я и хочу снять, показать, типа, рассказать. Тамарк! В общем, вы помните, что я испортила Артёму футболку. Попыталась я её пятновыводителем вчера отстирать, не получилось, он не сработал. И я купила Тёме новую. Ну, Тёма купил, а я оплатила. Мне как-то стыдно стало. Ну, как сказать стыдно, понимаете, такая ситуация. Ты покупаешь футболку. Да ладно, та футболка мне не нравилась. Я попросила Тёму купить другую, он согласился. И что, это просто чёрная? Фух, слава богу, даже не удлинённая. Божечки, спасибо. В смысле? Ну не, ну не настолько, как та белая. А ну, встань, приложи к себе. Она вкусный аромат? Не, не, она... Не, ну и что я белая лошадь сейчас, которая на нём? Да, вообще, A very old picture of me. Понимаете, да? Это Марк привёз Артёма. Это Марк. А я тут поубирала, пока вас не было пол, помыла. Как было, так и не без переграла, только честно. Нет. А мы сейчас будем. Не, а я хочу тоже. Что так много людей, что так много людей? Уходите! Привет! 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 Да не тебе, Илюху снимай. Привет! Маша, я там накапал чуть-чуть. Чем? Так, в общем-то, как обстоят дела? Мы приехали. У нас был очень весёлый таксист, которому позвонил Ленин, который рассказывал, что он очень-очень-очень хочет писать. И он читает по звёздам. Он читает по звёздам, он рассказал, где находятся все его друзья. Мне кажется, вам стоит поискать другой сервис такси. КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok